всем привет здравствуйте меня зовут илья и это канал изучаем c++ вместе это уже третий урок в котором мы сегодня поговорим как и обещал в конце второго урока о переменных какие типы переменных c++ бывают как правильно объявлять переменные и все в этом духе так что если еще не смотрели предыдущие видео где мы писали с вами прошлую программу ну точнее с вами там и не писали но мы писали по ссылочке описание переходите в предыдущий ролик и запустите свою первую программу на c++ а мы начинаем погнали для начала немного теории что такое вообще переменная для того чтобы нагляднее понимать что происходит когда вы хотите создать переменную вообще что такое переменная рассмотрим следующий пример предположим в любом нашем компьютере как вы можете знаете должны знать да есть у нас какой-то объему оперативной памяти у любого компьютера есть объем оперативной памяти вот этот вот наш квадрат наш прямоугольник это будет у нас с вами наша оперативная память когда вы хотите создать переменную вы как бы в прямом смысле говорите операционной системе о том что операционная система дай мне пожалуйста место для того чтобы я создал какую-то переменную но предположим и вывод создаете такую переменную такой блок в нашей оперативной памяти создается переменная то есть что такое переменная эта область в оперативной памяти немножко сложно но просто сразу чтобы я хочу чтобы вы с самого начала визуализировать себе и понимали что в любом случае когда вы объявляете создаете какую-то переменную вы обращаетесь к операционной системе и просите у нее выделить для вас из общего набора оперативной памяти и свободного набора оперативной памяти какой-то кусочек памяти в которой мы будем создавать нашу соответственно переменную или мены вот про то что здесь имеет какой-то она адрес или еще что-то пока не будем углубляться плос просто я хочу чтобы вы понимали как это работает когда вы создаете любую перемен и соответственно чем больше переменных мы создаем в оперативной памяти тем больше этой памяти мы и потребляем размерах переменных как они отличаются и все вот это вот этому говорим уже следующих урок вот то есть все понятно для того чтобы создать переменную мы должны обратиться к нашей операционной системе и попросить у нее выделить нам область памяти под нашу перемен замечательно все понятно соответственно вот мы дошли до того момента когда мы хотим объявить какую-то перемен но для того чтобы сначала нам объявить с вами какую-то переменную нам нужно знать какой тип переменной мы хотим объявить и инициализировать соответственно основные переменные основные типы переменных которые есть и плюс плюс мы сегодня рассмотрим только четыре их немного больше но об этом тоже чуть чуть позже соответственно есть четыре основных типа данных четыре основные переменные то есть все что переменная равняется как бы тип данных до который мы храним где-то в оперативной памяти соответственно есть какой тип данный такой тип данных как int он же integer то есть здесь в этом типе данных мы храним с вами целочисленные числа от минус какого-то числа до плюс какого-то числа вот есть также тип чар который мы пользовались в прошлом уроке в котором мы пользовались в прошлом уроке его в видели нашу программу это тип данных который хранит в себе символы есть тип чар тип данных флот есть тип данных флот который хранит в себе данные с плавающей точкой то есть по-русски и дробные значения да там полтора 1.75 и так далее и есть еще один тип дабл который в принципе выполняет ту же роль что и флот только с большей точностью пока что не берите особо себе в голову чем отличается флот и дабл просто знайте что дабл может хранить себе числа больше точно вот и все это все что пока что нужно вам знать вот это четыре основные типа данных и плюс плюс вот хорошо мы знаем какие есть типы данных как же нам с вами создать нашу переменную то есть сама вот эта запись еще ничего не создает теперь мы хотим с вами создать переменную что мы должны сделать дальше давайте для начала напишем функцию main чтобы у нас это все дело не подчеркивалась прошлом уроке мы тоже все это с вами писали и через control x это дело сюда перенесем чтобы сейчас избежать ошибок после того как мы определились какая переменная нам нужно какого типа нам нужно придумать ей идентификатор то есть по-русски мы должны придумать какое-то имя нашей перемены сразу же хочу обратить ваше внимание что относитесь к названию переменных максимально важно и старайтесь писать название переменным таким чтобы другому программисту который будет читать ваш код это переменная было понятно то есть переменная типа x это очень плохо что такое х что такое x зачем он нужен никому не понятно поэтому давайте раз у нас здесь так сказать это урок да то пусть она и будет называться например варинд если это тип чара тип символов то мы будем ее называть ворот variable вар символ соответственно float мы назовем вар float просто для примера и дабл мы назовем вар табл чтобы это просто было понятно чтобы поправить код и сделать его более красивым через клавишу tab можно вот нажимать и будет происходить табуляция и у нас вот так вот красивенько прошу обратить ваше внимание да что после вара я поставил нижнее подчеркивание есть несколько определенных правил при идентификации переменных когда мы придумаем придумываем имя нашей переменной самое главное правило которое вы должны запомнить это то что переменная не может начинаться с цифры если вы начнете любую переменную будет захотите назвать ее цифрой это будет ошибкой это самое главное правило которое нужно запомнить есть еще несколько правил такие как что имя переменной не может иметь какое-то слово то есть intent мы не сможем назвать нашу переменную или еще какие-то зарезервированные слова системой с больших букв мы можем создавать переменную Землю мы можем использовать, писать с маленьких букв мы можем Очень длинные символы мы тоже можем писать Но всегда помните о том, что ваше переменное, название вашей переменной Всегда должна отображать то, что она в себе будет хранить То есть, если вы создаете переменную, не знаю, человека Напишите там char human Если вы храните какую-то, я не знаю, цена в магазине на молоко Так и пишите, не ленитесь, price, milk и т.д. и т.п. То есть, здесь вы должны четко понимать, что Ваша переменная всегда должна отражать суть того, что она сейчас хранит Вот, это что касается названия или идентификатора переменной Следующее правило, которое вы должны запомнить Помимо того, что когда вы определились с типом данных Когда вы дали ему название Вот в такой вот форме, как у нас сейчас написан код Он написан в плохой форме Потому что переменную всегда при ее объявлении нужно инициализировать Инициализация это по факту присвоение ей какого-то значения Присвоение любого значения, любой переменной в языке C++ Производится через знак равенства Здесь тоже важно подчеркиваю, что это не равно Это не равно, равно в C++ это 2 равно А 1 равно в C++ это присваивание правой части выражения левой То есть, например, если мы сейчас здесь ставим 0 Мы фактически говорим программе нашей, что пожалуйста Возьми и присвой значение 0 нашей интовой переменной с идентификатором varint И наша varint уже равняется 0 в нашей программе Пока мы ее не изменим Вот, это тоже очень важно Запомнили, что знак равенства в C++ это не равенство Это присваивание Соответственно, еще одно правило, вытекающее отсюда Всегда в любом случае инициализируйте ваши переменные Если происходит ситуация, когда, например, вы не знаете, чем инициализировать переменную То в этом случае всегда инициализируем переменную 0 Зачем мы это делаем? Делаем мы это за тем, что когда мы создаем нашу переменную И под нее выделяется какая-то определенная память То в этой переменной уже мог лежать какой-то муцар Уже мог лежать какой-то муцар Могло быть какое-то значение, какие-то другие цифры или еще все что угодно И если вы оставите вот в такой вот форме наше выражение Например, int varint То здесь может быть какой-то муцар И если мы его не инициализируем ручками и будем потом использовать где-то в программе То вот это вот значение муцарное, оно может попасть в наш код И, соответственно, наш код будет работать неверно Поэтому если вы не знаете, чем инициализировать переменную Всегда инициализируйте ее нулем Вот, что касается типа char То ее нужно инициализировать каким-нибудь символом Также через присваивание Далее Одинарные кавычки И здесь ставите какой-то символ Какой-то символ, любой, который она сможет читать То есть, неважно, чем вы будете инициализировать Главное, чем-нибудь инициализировать Все остальные перемены просто принято инициализировать нулями Вот Это происходит у нас инициализация перемены По идее, здесь вы можете инициализировать даже вот так Но редко кто никогда так не видел Вот, это что касается основных переменных Основных типов данных И все в этом духе Давайте теперь просто допишем этот код И через наш оператор вывода seout Возьмем и выведем наш varint varint Напишем ragen И здесь мы выведем наш varint Добавим оператор inline на переносе строки У нас все подчеркивается, потому что что правильно Потому что в начале мы не подключили директиву нашу include Предирективу при процессора И у стрим, которая поможет нам выводить это Еще это все же дело до сих пор подчеркивается Потому что мы не использовали using namespace std Но в этом уроке давайте мы его не будем использовать А будем ручками писать std inline Об всем вот этом вот, что было в прошлом уроке Поговорим в следующий раз Соответственно, далее давайте, чтобы сократить время записи Все это дело скопируем Скопируем var symbols, var float И var double сюда вставим Соответственно, сюда вставляем var double Сюда вставляем var float И вставляем здесь var symbol Через tab все это дело красивенько Красиво выправим, чтобы все у нас было это ровно Чтобы код наш был красивый и ровный Ровно еще немного неровно, да? Вот так вот совсем хорошо Вот, все И, соответственно, теперь мы можем запустить нашу программу Нажимаем ctrl B Наша программа собирается Собирается, смотрим, ждем без ошибок или с ошибками Все прошло без ошибок И запускаем нашу программу без отладки Об отладке тоже поговорим в следующий раз Соответственно, var int наш 0 Symbol наш 0 Float наш 0 И var double наш тоже 0 То есть, конечно же, здесь мог быть какой-то другой символ Здесь могла быть какая-то буква Здесь могло быть какой-нибудь, ну, я не знаю Пи какой-нибудь, да? 3,14 Здесь могло быть пи более точной Детальной точности, да? 3,14 3,14 1,15 259, по-моему Если мне память не изменяет В общем, вот так вот И если мы еще раз соберем программу и запустим ее Мы увидим вот эти значения Вот они все здесь у нас есть Все они здесь выходят Давайте рассмотрим теперь код с первой строки до конца И поймем, что же здесь у нас везде написано Соответственно, на первой строке кода у нас с вами комментарий Который игнорируется компилятором Который не читается И просто он для того, чтобы мы и вы Чтобы я и вы его просто видели Урок 3, основные перемены Далее мы через sharp include iostream Подключили директиву при процессоре iostream Которая позволит нам вывести на экран что-либо Вывести и ввести Далее на четвертой строке кода Мы пишем нашу функцию main И начинаем как бы вход в программу Без аргументов Никаких аргументов в функцию main мы не передаем И открываем тело программы через фигурные скобки В этих фигурных скобках На шестой строке мы с вами создаем переменную Типа integer Пишем int Далее присваиваем ей идентификатор Или же имя varint И инициализируем ее нулем Чтобы в нашей переменной varint Не лежал никакой мусор Соответственно на седьмой строчке кода Мы совершаем то же самое что с int Только называем его varSymbol И присваиваем ему какой-то символ На восьмой строчке кода Мы создаем переменную типа float И называем ее varFloat FlowAd кстати да FlowAd опечаточка 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 И присваиваем ей значение 3.14 И на девятой строчке кода Последний из основных типов данных Тип double Наша переменная называется var double И присваиваем ей значение более точное 3.14.15.259 Число p Соответственно на одиннадцатой строке кода При помощи оператора вывода из tdcout Который мы вот здесь вот подключили В sstream Мы можем с вами Выводим на нашу консоль VarInt И далее Наше выражение выводится тоже после оператора вывода Вот это вот оператор вывода В конце std Двоеточие endline Это перенос строки Оператор переноса строки Endline из пространства имен std Об этом о пространствах имен поговорим В следующих уроках Соответственно далее то же самое VarSymbol у нас выводится И соответственно опять же Endline Ну и то же самое у нас происходит с varFloat И то же самое у нас происходит с varDouble После запуска нашей программы Наша программа отрабатывает корректно Все что мы хотели увидеть Мы здесь увидели Все что мы написали Она отработала и завершила свою работу Вот такой вот урок по основным переменным Если он вам понравился был полезен И вы все поняли То пожалуйста ставьте лайк И подписывайтесь на канал Если вдруг что-то непонятно Я прошу вас писать в комментариях Ваш вопрос и указывать таймкод То есть например на 10 минуте Был какой-то разговор о чем-то И вы что-то не поняли Пишите в комментариях 10.00 Например если это на 10 ровно минуте И пишите Вот я не понял Как инициализировать значение Что такое float например Ну или что-то вот в этом духе И мне так будет проще вам отвечать в комментариях Вот соответственно Это были основные перемены Основные типы данных в C++ В следующем уроке мы рассмотрим с вами Список еще существующих переменных в C++ Которые существуют Вообще и как они есть И вот все в этом духе Если вам хочется прямо сейчас А ролика еще нет Следующий урок я еще не успел снять Я вам настоятельно рекомендую На моем канале Посмотреть третий урок Посмотреть третий урок Из плейлиста C++ с нуля C++ с нуля По книге Сидхардхараут Третий урок Там как раз третье занятие Использование переменных Объявлений констант И там всего очень много Вообще конечно рекомендую вам Посмотреть весь плейлист Начиная с первого урока Очень круто Сидим каждый день На стримах Разбираемся вам по 4 часа По 3 часа И все это дело изучаем Вот Меня зовут Илья Спасибо большое что подписываетесь на канал У нас уже 11 подписчиков Это канал C++ Изучаем вместе Соответственно увидимся С вами в следующих роликах Любите программирование Любите кодить Всем пока